Очередь за Козловкой. Сегодня в одном из крупных муниципалитетов республики подвели итоги социально-экономического развития. В обсуждении актуальных вопросов принял участие глава Чувашии. С рабочим визитом в Козловский район Михаил Игнатьев приезжал и несколько дней назад. О достижениях и приоритетах репортаж Дмитрия Ковалева. Экономический потенциал Козловки большой. Близость к Волге и федеральной трассе обязывает развивать муниципалитет и туризм. Гостям из других регионов интересны не только музейные комплексы. Необходимо улучшать и облик города. Сейчас здесь продолжается благоустройство набережной реки. В этом году этап у нас не заканчивается. В этом году пока только делаем. То, что с первого начали, это надо завершить. Порядка семи миллионов муниципалитету направили на благоустройство дворов. Сразу по двум адресам отремонтировали тротуары и установили игровые площадки. Мы уже 16 лет здесь живем. В прошлом году по программе «Благоустроенный двор» нам построили такую площадку, сделали благоустройство. Площадку для машин. Свою лепту в благоустройство города вносят и местные жители. Многие дворы украшены цветниками. Еще одно приметное место – районный ФОК. Вокруг спортивного комплекса оригинальные клумбы и фонтаны. Эту красоту своими руками создают сами работники. Здесь ни рубля бюджетных средств не вложено. Это все делается руками наших сотрудников. Мы осенью собираем семена, потом весной сажаем. Здесь мы посадили около 5000 цветов. Своими силами жители улицы Чкалова выложили и дорогу. Администрацию разрешили, спросили. Загорелся садик. А тут кирпичи брали. Женщины у нас, дети раскладывали. Весной мы можем ходить в туплях, а то в спагах ходили. Ложка дегтя на общем фоне, бесхозные объекты, бурьян на улицах или, вот, к примеру, детская горка. Это горка, да, уже года два, наверное, такая уже. Здесь, когда ремонтировали этот магазин, сваривали здесь что-то, я просила их сварить. Тут приходили рабочие у них, они сказали, сварим. Ну, видно, никому не надо. Этот сюжет показали на расширенном заседании собрания депутатов муниципалитета. Реакция властей последовала сразу. Глава администрации района поручил демонтировать бесхозные объекты. Жители пожаловались и на неработающий офис врачебной практике. Решить этот вопрос Михаил Игнатьев потребовал сжатые сроки. Еще одна больная тема козловки – снижение объемов строительства жилья. Надо надлежащим образом смело браться за эту работу, строить доступное жилье по стоимости одного квадратного метра. Есть вопросы и к владельцам торговых точек. Так, вместо магазина Михаил Игнатьев указал на дефицит продукции, произведенной в Чувашии. А где чувашские колбаса? Здесь в Ниговском комбинате у нас тоже есть. Вот, деньги готовы ставить, карманы вытаскивают. Есть чувашские колбаса? Нет, нет, нет. Плохо? Цеплята в Мордовии написано. Что касается оборота торговли, за последние полгода этот показатель вырос. Увеличиваются и доходы в бюджете. Мы с республиканской бюджета выделяем в этом году почти 240 миллионов рублей. Здесь никаких сбоев нет. Немалую сумму в бюджет муниципалитета и республики приносит исправительная колония номер 5. За ее стенами отбывают наказание женщины, которые переступили черту закона впервые. Для трудовой адаптации осужденных работают швейные цеха. Здесь выпускают спецодежду для сотрудников УФСИН, газовиков и нефтяников. Всего более 150 костюмов. А это объем крупного завода. Под свое производство мы подстраиваем их и как? Труд воспитывает любого человека. Через труд, через ошибки уже выдать через это бюро соответствующие продукты. Трудовой деятельностью за колючей проволокой заняты 100% осужденных. За последние годы колония вышла на самообеспеченность хлебом, картофелем и овощами. Я, насколько знаю, не каждая колония и так, соответственно, там где-то на уровне 50% заняты трудовой деятельностью. И все это перекладывается на бюджет, по расходной части бюджета или на налогопотельщик. У нас, конечно, несколько таких колоний в разных местах бываем, но цивильские развиты очень сильно тоже, где мужчины находятся. Ковка – это тоже востребованная продукция. По федеральной программе колония получила свыше 20 миллионов рублей. Инвестиции направили на ремонт пищеблока, банова и жилого комплекса для осужденных. Сегодня же Михаил Игнатьев посетил обновленную больницу района. После проведенных работ улучшились условия в терапевтическом блоке и поликлинике. Все красиво, аккуратно до этого было. И по больнице, честно говоря, неприятно было ходить, было грязно, кругом и потолки ввалились, и стены обшарпанные были. А сейчас намного лучше. Но по-прежнему остро стоит проблема с кадрами. Больнице необходимы еще пять специалистов. Надежда на выпускников вузов. Вы по программе «Земский доктор», потом «Земский фельдшер», да, привлекаете? По факту получится все? Кроме того, как вы сами думаете? В этом году уже приняли одного «Земского доктора» по этой программе. Капремонт в районной больнице продолжается. В этом году должен открыться и обновленный хирургический блок. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Андрей Шоклев, Александр Петров, Республика.